Привет, друзья! После небольшой паузы, буквально третья часть передачи «Познай топ», где мы ответим на ваши вопросы. Их было не очень много. Если сейчас еще у вас будут возникать вопросы, да задавайте. Постараемся разобрать их все. Сереж, тебя спрашивают, значит, Иванов Валентин, где Артур? Что ты сделал с Артуром? Артура больше нет. Так, вот на этой загадочной статье начну. Как ты относишься к такой, вот Дмитрий Иновожилов, спрашивая, что это такая позиция, что если запрос находится там в топ-10, то условно его лучше не трогать и вообще ничего не делать. И вот, пожалуйста, пожалуйста, испортите все. Здесь такая ситуация, на самом деле, очень часто такой вопрос тоже слышу. И здесь, на самом деле, можно все-таки некие действия приводить, допустим, если мы видим, что документ, допустим, спамный. То есть в топ-10 он находится и при этом там ключей очень много и в целом спамный документ. И если мы некие действия по корректировке, там, вхождение будем делать постепенно, то, в принципе, это будет к лучшему. Допустим, вот у меня из последних примеров есть, в одних из подопечных сайт. Там, собственно, сайт все в топ-10, несколько месяцев, и в один прекрасный апдейт получил текстовый переспам. И, собственно, как раз если бы, допустим, вот некие эти действия по корректировке проводились бы заранее, то проблемы бы удалось избежать. Ну да, пожалуй, как бы присоединюсь к точке зрения. Конечно, лучше, что называется, там, можно и проще, наверное, ничего не делать, но если вы чувствуете, что, как бы, вы там не совсем заслужены, и есть какие-то предвешники, предспешники, значит, такого, там, беды, да, то есть какие-то, может быть, начали трафик протихонечку проседать, позиции, еще что-то. Ну, нужно проводить какую-то профилактику. Особенно часто наблюдается, что есть какие-то хардкорные старые способы оптимизации, ну, как бы, не совсем хардкорные, но такие, уходящие на второй план, там, много запросов на морду, там, что-нибудь повесить, такого плана. Такие сайты долго висят, 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 а потом раз, и, как бы, схлопывается какой-то промежуток времени. Поэтому, да, имеют право на существование, но лучше все-таки делать. Значит, Юлия спрашивает, получается, что чисто теоретически можно накрутить отрицательные оценки асессоров и выбить сайты стопа. Реальная история, нереальная, на твой взгляд. С учетом того, что уже был анонсирован этот сервис, ну, не был анонсирован, нами был анонсирован. Чисто теоретически, да, чисто теоретически можно все. Но на практике, насколько это будет реально сделать, я думаю, когда Яндекс подобный сервис запускал, он определенно думал о подобных вещах. Хотя, как правило, очень часто многие их задумки, допустим, те же поведенческие, когда только были внедрены, они очень легко подвергались накручиванию, и данная проблема проработана не была. Но, думаю, в этом случае они все-таки подготовились, и, допустим, какие-то автоматические способы распознавания, что это не человек, допустим, оценил, а некий робот, они все-таки существуют. И в целом к оценкам людей, допустим, наших, по сути, которыми будем выступать мы, все-таки я бы относился точно с подозрением, и, допустим, сравнивал бы их с теми результатами, которые оценки непосредственно асессоры Яндекса делают. И, соответственно, отсюда бы уже некие выводы делал. Поэтому... Маловероятно, да? Да. Но мне кажется, здесь это эксперимент, конечно, можно сказать, что это такой, что-то наравни с экспериментом Мэйла, который там даже покруче, пожалуй. Но хотя нет, он как бы послабее, все-таки какой-то не прослеживается пока что, и вряд ли будет проследовать какая-то прямая причинно-следственная связь с попаданием в топ у Мэйла. Там, насколько мы знаем, можно документ поставить конкретно в топ-1 там по какому-то конкретному запросу. Это покруче. Но учитывая долю двух поисковых систем этих, можно сказать, что как бы это компенсирует взаимно. Мне кажется, действительно, пока что имеет смысл Яндекс будет рассматривать некоторую бинарную оценку вообще, как бы словно тематичный сайт, нетематичные запросы там является с порнографическим содержимым, не является. Вот эти как бы оценки, они, ну, можно доверить, да? Но здесь еще интересная точка зрения прозвучала в перерыве, что может быть такая попытка переманить всю возможную аудиторию, исполнительные задания, да, к себе, и тем самым как бы сказать, что, ребят, зарабатывайте деньги свои у нас, те, кто занимается исполнением каких-то заданий. Как тебе кажется, реально? Я думаю, все-таки люди, которые занимались данными способами заработка, они будут и там, и там это делать. Тоже вариант, да. Значит, Павел спрашивает, что будет за садовским, но мне кажется, что вот этот толока.ру будет, точка Яндекс.ком, извиняюсь, скорее всего будет анонсировано. Возможно, что-то еще, возможно, что-то связано как раз, ну, к чему как бы они приурочат выпуск этого сервиса, зачем он был нужен им, вот, их точку зрения было бы интересно, конечно, узнать. Но сервисники, как всегда, мне кажется, весь сюрприз запороли, в том плане, что как бы все спалили раньше положенного срока. Ну, ну и ладно. Значит, Алексей спрашивает, что если сайт в топе по Яндексу, по запросу, по пулу запросов в одной тематике, а в Гугле как бы пусто, да, то есть, ну, позиция, грубо говоря, в Яндексе хорошая, в Гугле не очень. Сайт не переплавлен, не переспавлен, ссылок к ним не очень много, слегка накручиваются поведенческие, коммерческие факторы проработаны. В чем причина, на твой взгляд, ну, какие вообще потенциальные причины неудач в Гугл в данном случае могут быть? В целом, как бы, Яндекс и Гугл, они все-таки, если базовые принципы ранжирования совпадают, то отличия в целом есть. Допустим, те же фильтры, панда, пингвин, которых в Яндексе в таком виде они не работают, допустим. Ну, есть там аналог, допустим, коньякий. Но, допустим, тоже ссылочное в Гугле, оно работает гораздо лучше. Там прозвучала фраза «немного ссылок», вот как раз-таки их много надо, но побольше явно. Здесь, скорее, нужно прорабатывать анкор-лист корректно, чтобы не было переспамливания. А так, как бы, корреляция между повышением позиций с ссылками в Гугле, она более очевидна, чем в Яндексе. Вот. И, как бы, такие вот основные вещи. Ну, базовые, да. То есть, возможно, как раз имеет смысл поработать ссылочное, возможно, имеет смысл посмотреть на фильтры, какие-то там есть или нет вообще, и посмотреть на какие-то там ключевые банальные вещи, там, не знаю, наличие каких-то дублей, может быть, в Индексе Гугла, еще что-то там сайтов, такие всякие штуки. А так, конечно, диагностика по фотографии – это круто. Вот. Ну, и такой более практический вопрос по теме. Иванов Валентин спрашивает, если запрос «пластик окна Яндекс подсвечивает пластиковые». Ну, то есть, пластик окна Яндекс будет подсвечивать пластиковые. Но запрос «пластмасса окна Яндекс подсвечивает пластик». Ну, понятно, да, логика? То есть, сначала, значит, пластик окна, потом пластмасса Яндекс подсвечивает предыдущее слово. Является ли это признаком того, что слово «пластмасса» является синонимом слова «пластиковые»? У Яндекса есть такая особенность. Допустим, один запрос может являться синонимом второго, но при этом второй может не быть синонимом первого. Вот. Поэтому здесь, на самом деле, нужно скорее проверять по выдаче. И, допустим, как Дима анонсировал, там один из секретных таких методов поиска неподсвеченных синонимов. Вот как раз-таки, наверное, вот этот метод, который… Позволит ответить на этот вопрос, да? В общем и целом можно сказать, что, скорее всего, нет. Потому что, ну, нужно проверить, да, если конкретно этот вопрос интересен, напишите мне там в личном сообщении, я вам отвечу. Но, скорее всего, нет. Действительно, вот всю правильность Сергей подметил. Очень интересно и закономерно, что в прямом порядке там один запрос из А в Б может быть синонимом, из Б в А как бы переставать. Это связано с тем, что, как правило, синонимы расширяются, ну, точнее, не расширяются, а сужаются, пожалуй. То есть, грубо говоря, идет какое-то уточнение. Но, ну, сейчас запутать лучше на примере каком-то, да? Есть синонимы разного типа. То есть, допустим, там, если у нас есть какая-то категория большая, там, пластиковые окна, то в рамках нее могут быть какие-то синонимы узкого плана, там, не знаю. Ну, здесь не очень удачная тематика. Давайте я лучше на примере стульев, да? То есть, вот в прямой порядок офисный стульев, офисное кресло, там, в одном случае являются синонимы, по крайней мере, месяц назад было так, а в обратную сторону нет. Логика здесь такая, что, как бы, кресло является более, наверное, широкой категорией, в каком смысле, чем стулья. То есть, стулья является какой-то подкатегорией. И вот в обратную сторону есть из-за этого, в другую нет. Но надо проверять конкретно на примерах, и вот такие цепочки, если выстраивать, что является синонимом относительно друг друга, можно себя очень далеко завести, и, на самом деле, прийти к тому, что мы найдем какие-то синонимы, которые там вообще вымышленные. Поэтому, наверное, ваша цепочка рассуждений не совсем верна, но она имеет... Отсюда можно что выцепить? Отсюда можно выцепить какие-то тематические потенциальные словари, то есть те термины, которые могут... Ну, и учитываются Яндексом при определении тематики текста и тематики, ну, собственно говоря, тематичной близости запроса и документа. И использование таких слов, как пластмасса, вполне можно тут повышать эту тематичность, и это как бы, да, имеет право на ситуацию. То есть будет работать немножко другой фактор. Не синоним, а именно тематичность. Ну, на этом, в принципе, все вопросы кончились к передаче. Если у вас еще какие-то будут вопросы, задавайте их на проекте продвижения самостоятельно. Да, можно бесплатно там вопрос задать. Если он покажется интересным, мы обязательно на него ответим. Спасибо тебе, Сереж, большое за то, что пришел. Спасибо за то, что пригласил. Надеюсь, у тебя есть будут и будут какие-то еще кейсы интересные, которые мы сможем показать зрителям. Есть какие-то интересные примеры, которые можно подготовить? Да, подготовим еще какие-то интересные кейсы более детально, тем более нам будет, что обсудить на следующей неделе после, собственно говоря, прошедшей конференции СБС России. Так что обязательно оставайтесь с нами, ждем вас в среду, в 12 часов, на следующем выпуске передачи «Познай ТОП».